Более 200 лет назад Спиранским была создана канцелярия. С годами управление претерпело изменения, но основные задачи остались те же. В канцелярии межмуниципального управления МВД России Одинцовская сегодня работает 16 сотрудниц. Только за несколько месяцев 2014 года ими уже обработано более 10 тысяч писем, заявлений и обращений граждан. Общий документ оборот на сегодняшнее число, с 1 января по сегодняшний день составил более 10 тысяч документов. Это входят сюда и заявления граждан, и входящие документы, которые к нам поступают, в том числе и почты есть, как сказать, ограниченное распространение, секретное и для служебного пользования. Эта почта тоже у нас проходит. Ежедневно канцелярия Одинцовского УВД осуществляет выдачу справок о наличии и отсутствии судимости. Гражданин приносит документы, канцелярия принимает их, регистрирует и через 30 дней справка готова. Также мы осуществляем прием граждан, выдаем справки о судимости. Вот сейчас, по новому закону, те, которые работают с детьми, требуются справки о наличии и отсутствии судимости у них. Поэтому они приходят к нам за этой справкой, мы принимаем их граждан, ежедневно приемно осуществляется с 10 до 12. И вторая суббота до 3 часов мы принимаем граждан, принимаем у них заявление, которое мы потом отправляем в Москву, информационный центр главный. И обратно эти справки, уже готовые справки, есть ли у человека судимость или нет, они опять к нам назад возвращаются, и люди опять у нас же получают их. В канцелярии работают только женщины. Внимательность, аккуратность, аналитический склад ума – все это характерные признаки для каждого сотрудника управления. В канцелярии работают в основном женщины, потому что это очень кропотливая работа, это очень внимательная работа, не каждый мужчина с этим, конечно, справится, читать бумажки. Это кажется, что там такое читать бумаги. Каждый документ нужно прочитать внимательно, что там, вытащить из этого документа суть, что хочешь. Мы же не можем расписать на всю страницу, переписать этот документ. Мы должны кратко содержать, для этого мы должны внимательно прочитать не один раз каждый документ, чтобы из него, как говорится, вытащить ту суть, которую человек хотел изложить. Чтобы исполнитель тоже понял, что там в этом документе, и как бы качественно дать ответ на этот же документ. Именно через канцелярию существует весь документооборот управления внутренних дел. Есть среди гор писем документы с грифом «Секретно». Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».